Друзья, привет-привет! Это Ирина Грачёва, проект Ирина Грачёва Рейсинг. Сегодня, находясь на самоизоляции, я решила, что необходимость сидеть дома не должна ограничивать полностью все наши активности. И так или иначе, всё равно нужно готовиться к тому, что будет после, нужно готовиться к тем гонкам, которые так или иначе запланированы, и заодно обновить свои знания. Поэтому сегодня выхожу в таком вот новом для меня формате, хочу поделиться своим опытом в навигации. О чём мы сегодня будем говорить? В классе мини нам запрещено пользоваться во время гонки любыми автоматическими системами прокладки курса, любыми фартфлотерами, любыми электронными картами и же с ними. Это всё нам недоступно, только бумажные карты и те материалы, которые мы распечатываем на берегу. Но это не мешает нам использовать всякую электронику во время подготовки до старта. И, конечно же, чтобы оптимально просчитать свой роутинг, чтобы проанализировать погоду, чтобы проанализировать разные модели, наложить это на свои поляры и понять, в каком направлении нам примерно двигаться в гонке. Для этого каждый из нас использует то программное обеспечение, которым умеет владеть и которое у него есть. Мне повезло, у меня есть Expedition. И, соответственно, сегодня я хотела бы рассказать о том, как именно я использую Expedition при подготовке к гонкам в классе мини. Я бы хотела разделить, наверное, свой рассказ на несколько частей. Вообще, в общем и целом, зачем я использую Expedition? Это первое, для того, чтобы проложить маршрут, чтобы посмотреть, какие есть опасности, чтобы посмотреть, какие точки мне нужно поставить дополнительно, кроме точек дистанции, чтобы безопасно пройти по этому маршруту. Эти точки я потом вобью в свою GPS-ку и получу безопасный маршрут по кратчайшей с огибанием всех опасностей и с огибанием точек дистанции, знаков дистанции, нужным бортом. Также я распечатываю такие мини-карты для себя, чтобы в любой момент в какой-то опасной ситуации я могла бы взглянуть на эту карту, которая у меня прямо в кокпите будет лежать в запечатанной, в пластиковый файлик, чтобы я могла взглянуть и примерно понять ситуацию, примерно понять свое место на похождение, степень опасности и дальше принять решение, либо мне нужно срочно нырять внутрь лодку и доставать большую бумажную карту, ставить точку и искать свою позицию более точно, либо относительно берега, либо я понимаю, что происходит и могу продолжить сконцентрироваться на управлении и пойти поставить точку позже. Вот, это все очень сильно помогает и, конечно, такие распечатанные карты являются частью моего роутбука, частью той большой книги, которую я формирую перед тем, как отправиться в любую гонку на яхте мини. Вот, и второе, зачем я использую Expedition, это чтобы посчитать с учетом погодных моделей, с учетом прогноза и с учетом своих поляр предполагаемый самый быстрый маршрут. Не самый короткий уже, а именно самый быстрый, то есть где какие заходы я ожидаю, в какое время мне примерно нужно быть на какой части дистанции, то есть пойти более мориста, пойти ближе к берегу, когда лучше делать повороты. Все это тоже позволяет сделать Expedition, такой вот предварительный просчет. Вот, сегодня мы поговорим с вами о первой части, именно о построении маршрута. Я могу сказать, что я работаю с программой Expedition на, можно сказать, на начальном уровне, но моих знаний на данный момент хватает, чтобы решить те задачи, которые ставит передо мной гонки в классе. Я бы хотела рассказать о построении маршрута на примере гонки, которая мне предстоит. Я надеюсь, что предстоит. Гонка стартует в июне в городе Дуар-Нене, гонка круговая, финишеры тоже в городе Дуар-Нене. Маршрут всего 220 миль, но дистанция очень интересная, дистанция проходит по приливно-отливным зонам с большими течениями в некоторых точках, огибает острова, в общем, затрагивает многие опасности, поэтому, можно сказать, она идеальная для того, чтобы рассмотреть ее как пример построения навигации, пример прокладки, когда я готовлюсь. Точный маршрут нам дадут немножко позже, в дополнении к гоночной инструкции, поэтому сейчас я буду делать прокладку на маршрут с 2018 года и возьму это за основу. И уже сейчас начну готовиться к своему сезону. Маршрут проходит вот примерно таким образом, из города Дуар-Нене, нужно пройти вдоль всего побережья. И первая официальная точка гонки Ля-Плак находится вот здесь. Дальше нужно обогнуть вот этот вот мыс, пройти опасности и обогнуть буй, их ограничивающий, левым бортом. Обогнуть остров Груа правым бортом, обойти вновь опасности Леглинан уже правым бортом и пройти вот к этому буйю, ограничивающему шоссе Десен. После этого подняться сюда, вот в эту зону, еще одна обязательная точка огибания мыса и вернуться в зону финиша. Итак, Expedition. Expedition замечательная программа, очень сильно помогает всем нам во время навигации. Это одна из немногих действительно профессиональных программ, которыми пользуются яхтсмены во всем мире. Итак, с чего начать? Конечно же, нужно иметь программу Expedition, конечно же, нужно загрузить нужную карту в нее, у меня это сделано, и дальше можно приступать к построению маршрута. Я буду работать в достаточно крупном масштабе. Моя задача сейчас поставить примерно точки, чтобы наметить маршрут. Потом я смогу приблизить какой-то определенный район, посмотреть, есть ли там дополнительные опасности, и отредактировать местоположение точки, подвигав ее прямо по карте, либо ввести координаты, если они даны для обязательных точек гоночным комитетом. Итак, погнали. Выбираем меню Marks. Для построения нового маршрута я выбираю Visual Marks. В этом поле мне предлагают ввести название моего маршрута. Для меня это гонка Map 2020. И начинаем тыкать точки. Издорные. Вдоль. Здесь вот камушек, я знаю, лежит. Поставлю там уже точку сейчас. Здесь тоже нужно будет обойти скалы. Лятлат. Обязательная точка маршрута. Чуть-чуть откатываемся. Вот этот вот мыс, там будет знак, его нужно будет обогнуть. Дальше. Леглина. Где-то там есть буйя, я потом подвину эту точку. И дальше идем на остров Груа. Там тоже будет буйя, который отстоит немножечко от острова, я об этом знаю. И возвращаемся. Здесь можно будет пройти мимо. Даже эту точку не ставить. Но она у меня будет, естественно, в GPS. Я буду иметь распечатку с названиями точек. Буду знать, где они. Где-то здесь. Не помню. Была еще одна точечка вот здесь, по-моему. Потом обходим капли Шевер. И возвращаемся. Здесь, кажется, еще одна есть. На всякий случай поставлю. Если что, потом удалю. Чтобы завершить маршрута, нажимаем Escape. И вот у нас есть приблизительный маршрут, по которому мы пойдем. Сейчас я буду проверять точки и давать им корректное название. Поскольку я хожу на ними, мне разрешено иметь только простую GPS, в которую я могу вбить всего лишь 6 символов для каждой точки. И желательно подумать, что это будут за символы, с какой буквы они будут начинаться, потому что, чтобы вбить все 6, это очень долго. Еще нужно координаты проверить или перезабить. В общем, сейчас попробую придумать хорошее грамотное название. И буду использовать, скорее всего, название, начинающееся с 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 3 и так далее. Итак, погнали. Опля. Так, точку не трогаем. Чтобы не случалось перемещение незапланированных точек, их можно будет залочить потом. Приближаемся, приближаемся. Итак, вот он, залив Дуарнене. Где будет старт, я пока не знаю, потому что обычно дают небольшой оттяжной знак против ветра. Поэтому в зависимости от направления ветра, старт может быть в том или ином месте дан. Но давайте скажем примерно вот, пусть будет здесь. Тогда первая безопасная точка будет у нас примерно тут. Insert Mark. Добавляем еще одну точечку. Можно поставить сюда, но здесь дистанция достаточно маленькая, и там, в принципе, видно. Но на всякий случай для чистоты эксперимента поставим. Insert Mark. Еще одна точка будет здесь. Дальше просматриваем линию. Все ли безопасно идет у нас по маршруту. Вот здесь вот мы приходим близко к этому камушку. Я вот поставила на 30-метровую заботу, потому что глубины тоже можно использовать как маркер вашей навигации, чтобы понимать, где вы находитесь и где безопасный для вас район. Дальше вот здесь вот есть камни. Камни очень характерные. И если большая волна, то к ним лучше не приближаться, потому что при большой волне и слабом ветре может реально затянуть еще и с течением. Гонку нам эту дадут, всегда дают так, чтобы вот это вот место, раздюсайн, мы проходили с попутным течением, потому что здесь течение может достигать спокойно пяти узлов. А если ветер в этот момент будет слабый, то яхты просто не смогут пройти, не смогут преодолеть это место. Поэтому течение, мы точно знаем, что будет попутное, поэтому вот эти камни тоже достаточно опасны для нас. Ведь если мы окажемся к ним слишком близко и ветра будет мало, а течение по-прежнему сильное, нас может на них притащить. Но это, конечно же, я буду проверять уже во время гонки, я буду смотреть на соотношение всего течения волны и ветра и принимать решение, насколько близко к своей точке я пойду. Но точку я поставлю как можно ближе к опасности, чтобы просто знать, что она именно там. А дальше я уже могу решать, пойду ли я дальше от нее или пойду я прямо на нее, если это для меня хорошо и безопасно. Ля Плат, вот здесь вот есть буйок, его нужно будет обогнуть. Откатимся. Сюда переставляем точечку, здесь добавляем. На самом деле не совсем правильно я сделала. Кап-коваль у нас является точкой маршрута, поэтому спокойно ставлю точку на него. Следующая ограничительная марка можно поставить здесь, просто в зависимости от того, какой ветер, чтобы знать. Но этот буй обычно видно, поэтому в принципе... Ну пусть стоит. Вот. О, как я точно попала, смотрите-ка. Следующая точка у нас будет Жемен-Легленан. Это обязательная точка маршрута, поэтому ставим ее прямо на буй. Дальше длинный переход к острову Груа. У острова Груа, как правило, есть обязательные точки огибания вот в этой части, где мелковато. А в этой части, ну, я поставлю точку вот сюда. Это там у нас 10-метровая изобата. Это очень близко к острову, поэтому я должна понимать, что точка стоит близко, и этого не бояться, потому что точка стоит все-таки безопасно. Был у меня такой момент, ночью мы гибали Груа, достаточно сильный ветер, и мне было так стрёмно к нему близко идти, хотя я знала, что все мои точки стоят на безопасных глубинах и с небольшим запасом. То есть я точно не приду на камни, но иногда вот психологически это бывает достаточно трудно. Так, подкатываемся немножко сюда, добавляем еще одну точку. Insert Mark. Вот эти буи надо будет обязательно обойти. Insert Mark. Это точки маршрута. Edward, точка маршрута. Передвигаем сюда. И Bas D-Sh, тоже обязательная точка маршрута. Также надо понимать, что вот в такой вот зоне, возле острова, с милякой вокруг, как правило, очень много вешек рыбаков. И иметь в виду, просто быть аккуратным. Откатываемся дальше. Так, сверяюсь с картой, с списком обязательных точек. После Леша, который принадлежат к острову Груа, мы идем сразу на шоссе Десайн, без обязательных точек здесь. Ставим точечку сюда. Следующая Бас, Дюлис. Следующая Бас, Виль. Вот этой точки нету, Mark 14. Delete Mark 14. И финиш примерно в зоне старта. Вот такой вот маршрутик у меня получился. Сейчас я эти точки просто визуально поставила там, где мне нужно. Сейчас я могу также отредактировать каждую из них, поставить ей нужное имя и поставить ей нужные координаты, которые нам дали организаторы. Так, понимаем, что Mark 1 нам, наверное, не нужно. Delete Mark 1. В общем-то и так все прекрасно. И пошли переименовывать. Так, это точка, точка старта. Edit Mark 0. Мы, ну, назовем ее, поскольку это гонка Map, я назову ее Zero Map. Вот, для меня будет понятно, что это стартовая точка гонки Map. Так, я запишу ее потом в свою GPS-ку. Вот, координаты можно посмотреть здесь и отредактировать тоже здесь. Окей. Первая точка есть. Следующая точка, просто ограничительная точка. Я могу ее подвинуть ближе сюда, но я не вижу большого смысла, потому что, видите, здесь берег очень высокий, здесь все видно, и в итоге ты все равно пойдешь как бы, ну, так, как ты чувствуешь вот эти вот все камушки, которые вот здесь вот показаны, их видно. Вот, ну, ну, плюс-минус пусть стоит, назову ее Edit Mark 16. Она у меня будет 001. Окей. И так далее. Здесь попробуем эту марку залочить. LOG 002. Вот, теперь я не могу ее двигать. Так, сейчас небольшая пауза, и пока я доделаю все остальные точки. И буквально через пару секунд вернусь к вам, чтобы показать, как назначить точки огибания правым или левым бортом. Это будет очень важно потом на этапе построения маршрута по полярам, чтобы программа знала, с какой стороны вы должны обязательно пройти от той или иной точки, если это точка маршрута. Итак, мы с вами подобрались к первой точке маршрута, к первой официальной точке маршрута. И мы точно знаем, что обойти ее нам нужно будет левым бортом. Точно так же нажимаем Edit Mark. Это у нас уже точка шестая. С учетом того, что мы там понаставили. И вот здесь вот можно выбрать Leave Mark to Port, Leave Mark to Stabort или Sail to. Это, как я уже сказала, нам понадобится на этапе построения маршрута по полярам. Эту марку нам надо оставить в данном случае по левому борту. Что мы можем видеть? Это сами точки, их название, их местоположение, расстояние между ними и компасный курс на следующую точку. Вот здесь вот можно посмотреть по поводу опасностей. Когда мы с вами в более крупном масштабе, этих опасностей может быть не видно. Но если мы подкатимся ближе, то можем посмотреть глубины и оценить, насколько они нам опасны или безопасны. 8,6 метров, 5,1 – это на момент низкой воды. Для моей лодки с осадкой 2 метра никаких проблем я не вижу. Единственное, что, допустим, если мы будем приближаться к глубинам 3,8, 2 метра и так далее, мы должны понимать, что при наличии большой волны, попав в ложбину волны, такая глубина может стать для меня опасной. То, как вы видите карту, можно настроить, можно настроить цвета и можно настроить такие параметры, как вот здесь вот Chart Settings, такой параметр, как то, как вы видите опасную и безопасную глубину. Сейчас мы находимся в режиме Normal, также можно перейти в режим Save. Здесь установлен безопасный режим для 5 метров осадки. Ну, соответственно, на глубину 5 метров он начинает все выделять вот таким вот черным цветом по 5-метровой изобате. Вот, так вот выглядит режим Save, и вот так вот будет выглядеть режим Dynamic. Тоже неплохой режим, где вы видите в цветовом градиенте падение, перепады глубины, падение или увеличение глубины. Вот, но мне сейчас, чтобы видеть то, что я делаю, чтобы видеть цифры, именно для прокладки удобнее режим Normal. Продолжаю двигаться по маршруту. Смотрю, есть ли где-то какие-то опасности, где нужно приблизить. Конечно же, я рассмотрю детально и потом распечатаю себе принтскрин вот этого вот района. Потому что в каких-то ситуациях, при лавировке, может быть, вам захочется пойти в берег, и надо понимать, насколько далеко вам захочется и можно идти в берег. Спинек, вот эту вот марочку, я введу в GPS-ку, я хочу знать, где она будет, но я сделаю пометку в документах распечатанных, что эта марка не обязательно к гибанию, что она у меня только для информации. Это марка 008. Sail to. Это значит, что ни с той, ни с другой стороны не обязательно ее проходить, просто пройти мимо, просто выйти на нее. Это мне понадобится в случае, если я буду лавироваться, это будет мой ограничительный курс. В общем и целом, иногда в классе мини делают следующим образом. обставляют такие вот острова или береговую линию, кучи-кучи точек, тысячи точек. И потом эти данные экспортируют и импортируют в GPS-ку, тем самым получая на GPS-ке такую импровизированную береговую линию и понимание обо всех опасностях. Это считается как бы чейтинг в классе. Я так не делаю. Мне на самом деле не очень это нужно. Я не начинаю себя чувствовать от этого в большей безопасности. Мне достаточно того, что я знаю, как я строю свою навигацию, откуда у меня данные и двойной проверки координат. Если что, я знаю, что у меня есть бумажная карта, я умею им пользоваться, у меня есть распечатки, я умею им пользоваться. В общем, все будет хорошо. Еще приблизить немножко. Вот она у нас точно на буйе. И заодно понимаю, что здесь где-то у меня есть опасности по 5 метров. За сам буй заходить ни в коем случае нельзя при наличии волны, потому что вот тут у нас уже 2,7. И 7,5 миль, курсом 130, идем на вот эту точечку. Басвель. Видит марка. 16, 17, насколько я помню. Обогнуть левым бортом. И финишная прямая. 10,5 миль, курсом 99 градусов. Мы идем прямо на финиш. Видит марк. Так, это будет у нас 0,18. Таким образом, я сообщаю себе, что это финиш. Окей. И вот такой вот маршрутик у нас уже более точный получился. Итак, после всех последних правок, после всех изменений, у меня получился маршрут. В общей сложности у меня получилось 20 точек, включая старт и финиш. Это ограничительные точки и обязательные точки маршрута. И теперь я хочу их экспортировать, чтобы распечатать и взять с собой на борт для информации. Итак, выбираем также меню Marks, Edit Marks. Мой маршрут MAP 2020, который я так назвала при создании. И здесь вот видим все наши точки. Нажимаем кнопочку Details. И получаем вот такую вот табличку, по которой проверяем сейчас. Все ли точечки у нас идут по порядку. Все идут по порядку. Но на самом деле, если мы ошибемся где-то в названии, это не очень страшно. Если какая-то точка повторится дважды, надо просто уметь их отвечать и знать, чем они отличаются. Единственное, что будут проблемы, чтобы вбить ее в GPS, потому что там-то, конечно, имя должна быть уникальная. Но эту пометку можно будет, даже если я ошибусь, на данном этапе и распечатаю такой вариант пометку, я смогу сделать уже сверху маркером, чтобы переписать. Вот. И что мы понимаем? Вот они, точечки по порядку. Точка старта обозначена обозначением гонки MAP. Точка финиша также MAP. И некоторые точки имеют предписанную сторону огибания, порт или стаборт. И именно эти точки являются обязательными точками маршрута. Все остальные фактически я могу огибать так, как мне вздумается. Они для меня чисто информационно, чисто для безопасности. Это мои точки. Вот здесь вот у нас координаты North и West. И курсы. Список курсов на каждую точку. То есть вот от старта на эту точку у нас будет 271. И расстояние. Сколько нужно будет пройти. Дальше мы должны это все экспортировать. Экспортировать мы можем в формате .csv. Я с ним работать не умею. Вот формат текстовый. Сохранить. Дальше открываем эти окна. Открываем текстовый документ, который у нас создался. И вот он такой. Видим, что дистанция на самом деле даже меньше, чем заявляли организаторы. Вместо 220 у нас по прямой получается 198,5 миль. Но это не значит, что на самом деле мы пройдем меньше, чем должны были бы. Потому что каждый из нас, конечно же, будет лавироваться. И лавироваться на форде венте. В итоге пройдет больше 220 миль. Так что все будет по-честному. И дистанция будет пройдена достойная. Теперь я могу распечатать как есть. Но мне бы хотелось создать файл, с которым я могу работать. Excel-файл. Ctrl. Выделяем все. Копируем все. Ctrl-A, Ctrl-C. Открываем Excel-файл. Экселевский документ новый. И вставляем. Что мы видим? Значит, у меня поползла графа морские мили. Из-за того, что у меня в Excel стоит настройка разделителя запятая, а в текстовом формате стоит точка. Вот он их не распознал и переделал даты. Я уже пробовала с этим бороться в Excel. В общем, получается не очень удобно. Самый удобный способ, который я нашла, это побороться вот здесь вот в текстовом формате. Опять же, выделить все. Ctrl-H. Найти все точки. И заменить их на все запятые. Заменить. Все. И таким вот образом он нам заменил точки на запятые. Снова копируем все. и вставляем. Вот. Таким образом у меня получились корректные данные. Теперь я для них делаю удобные мне графы. табличку. Итак, вот такой замечательный маршрут гонки у нас получился. В следующий раз поговорим о том, как использовать Expedition в мете со своими полярами, с разными моделями погоды, чтобы просчитать роутинг, то есть наш маршрут в зависимости от прогноза. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и дайте какой-то фидбэк в комментариях, если такой формат и такая информация полезна и интересна. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok